Младший человек, что ты видишь перед собой? Тоже, что и вы! А, не, вон там вот какой-то замок и надпись «Выход». Тогда тебе надо пройти эту игру, и возможно тебя выкинет обратно в наш мир! Я что, буду Супер Марио? Ну ладно, давайте попробуем. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Бублик Мачо, Бублик Мачо Цыпочки по мне все плачут Рыжий волк крови хосячий, мистер Бубл супер мачо. Гопца-дреса-гопцаца, меня зовут мистер Бубл, и я второй в России хаски видеоблогер. Если вы впервые на моем канале, то знайте, что никаких няшных собачек вы здесь не увидите. Мы не няши, а грозные волки. Так что если вы не подпишитесь на мой канал, то я приду к вам ночью вместе с моим папасей-бандитом. И мы укусим вас за бачок. Рыжая сопля, я тебя конечно люблю, но зачем ты в квартиру притащил весь этот хлам? Какие-то проводочки, какие-то железяки. Мы что, будем опять делать шайтан-машину для перемещения по мирам? Вот вы балбесы, я это все купил в Даркнете, и это очень ценные штуки. Не, ну ты серьезно, в Даркнете продают вот такую фигню, это же какие-то старые запчасти, платы непонятные, куча проводов, что с ними делать? Ну я точно пока не знаю, я просто это купил, потому что все это стоило очень дешево. Поздравляю, Бублик, ты балбес, наверное продавцу была лень самому выкидывать этот хлам. Вот он и втюхал его одному дураку с рыжими ухами, да еще и деньги с него взял. Да уж, не думал, что рыжая сопля такой лошара. Так, пора Бублика сдать в аптеку на опыты и нового более умного сына себе завести. Сами вылашарил пухие гномики, а ты попасть, я вообще-то пенсия, и не факт, что у тебя еще будут чинята. Вот сейчас обижусь на вас, покопаюсь в этих железяках и найду среди них что-то ценное, а потом перепродам это за страшные деньги и разбогатею. Оу, а оказывается Бублик, это у нас бизнесмен. Уверен, что после реализации этой очень прибыльной схемы, Бублик станет коучем и будет продавать в интернете свой курс, как я заработал свои первые 10 рублей. А кстати, сколько ты на весь этот хлам потратил, только честно? Ну, да там немножко, совсем дешево было. Я взял деньги, которые мы откладывали на новую машину и купил вот это. Чего? Ты потратил на эту фигню 2 ляма? Все, вызываем психушку, рыжая сопля сошел с ума. Ты офигел? Это же были все наши сбережения. Капец, это вопиющееся негодяйство, мы же хотели купить машину с большим багажником, чтобы засовывать туда человеков и возить их. Что ты наделал? Так, парни, хватит тут истерить. Это была хорошая сделка. Мы на ней много заработаем. На чем заработаем? На перепродаже старых USB проводочков и каких-то непонятных плат. Ну, в этих микросхемах же вроде золото есть. Его можно выплавить и потом продать. Выплавить надо твои хосячьи мозги. А хотя, судя по тому, что ты сделал, они у тебя уже выплавились. Но это ж надо взять и потратить все наши деньги на какую-то фигню. И чё вы опять разорались? Чё это за хлам? А это наш умник Бублик потратил 2 миллиона рублей, чтобы купить вот эту хрень. Бублик, ты чё, серьёзно? Может, ты заболел? Может, тебе нужно проверить мозг? Там нечего проверять, потому что в башке мистера Бугла мозг отсутствует. Да вы запарили, я припёр домой несметные богатства. Они меня абьюзят. Вот все деньги с перепродажи себе оставлю, а вам ни копеечки не дам. Ты за эту фигню и 100 рублей не выручишь. Да уж, Бублик, ты реально меня удивил. Так, ну и что тут есть? Платы какие-то, проводочки. О, что это? О, чё это за штуковина? На странный телефон похоже. Офигеть, PS Vita. Это старинная игровая приставка. У меня в детстве такая была. Ага, я же говорил, мы станем богатыми. Тут есть раритетная игровая приставка. Как думаешь, младший человек, мы её сможем продать за сиксилён миллионов рублей? Бублик, и красная цена тысяча, а то и меньше. Тут графика такая себе, да и игру, наверное, уже не найти. Ого, она работает. Ничего себе, и что, там есть какие-то игры? Ага, Супер Марио, вот это да, я в неё тысячу лет не играл. Не обманывай, младший человек, тебе не тысяча лет, а всего семнадцать. А в чём хоть смысл этой игры? Ну, там надо бегать, перепрыгивать через трупы и убивать грибочков. Да уж, вот это геймплей. Походу, разработчики игры сами были под галлюциногенными грибочками. Ой, что это? О, нет, эта приставка сожрала нашего человека. Капец, это катастрофа. Это всё из-за тебя, рыжая сопля. Наверняка эта приставка какая-нибудь аномалия из Сипи. Смотрите, младшего человека затянуло в игру. Что это? Где я? Я что, в игре Супер Марио? Парни, спасите меня, пожалуйста, отсюда, мне страшно. Младший человек, прости меня, я не знал, что покупаю. Что ж теперь делать? Так, надо подумать. Младший человек, что ты видишь перед собой? То же, что и вы. А, нет, вон там вот какой-то замок и надпись «Выход». Тогда тебе надо пройти эту игру и, возможно, тебя выкинет обратно в наш мир. Я что, буду Супер Марио? Ну ладно, давайте попробуем. Давай, 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 давай. Невероятно, у младшего человека получилось. Он зашёл в замок. Ура, младший человек выжил. Парни, нам надо уничтожить эту приставку. Да уж, вот это приключение. Я согласен с Кексом, мы должны уничтожить её. А если бы я остался в этой игре навсегда? Вы что, с ума сожгли? Это же аномальная приставка. Нам надо её как следует изучить перед тем, как уничтожать. Вы что, не хотите сами побегать в том двухмерном мире? Я точно не хочу. А вдруг там на других уровнях есть страшные боссы, которые за попу кусаются? И у меня что-то нет особого желания. Чу! Да вы трусишки и лопухи гномики. Ладно, тогда сам попробую. Стоп, Бубланафт, я как твой отец запрещаю тебе это делать. Эта штука кажется реально опасной. А вдруг её послали нам наши враги? Скажи, у кого в дартнете ты купил весь этот хлам? Ну, у чувака того был такой ник смешной. Дайте вспомнить. Кажется, Стоун Итер. Чего? Стоун Итер? Ты серьёзно? Ну да, Стоун Итер. Как будто он стонет от чего-то. Да уж, вот что значит плохо учить английский в школе. Ага, это даже я знаю. А тебе, Бублит, должно быть стыдно. Да за что? Нафиг он мне нужен, этот ваш английский? Рыжая сопля, Стоун по-английски это камень. А Итер это пожиратель. Сам сообразишь или подсказать надо кто это? Пожиратель камней. Пожиратель. Пожиратель камней? О нет, это чё, камнеешка? Вот именно. Ваш главный и самый злейший враг. Поэтому он продавал всё вот это в дартнете, чтобы оставаться типа анонимным. Так это чё получается? Все эти платы и проводочки также могут быть опасными? Ещё как. Наверняка эти проводочки ночью превратятся в змей и полезут душить нас. А платы могут, например, починить наш мозг. Парни, ну простите меня. Я думал, что реально смогу навариться на этой схеме. Во-первых, ты потратил на эти штуки два ляма. Во-вторых, одна из них чуть меня не убила. Если бы тот грибочек подошёл ко мне и дотронулся, я бы сдох. Младший человек, ну у тебя ж там три жизни было. Ну чего ты начинаешь? А ещё ты знал, как играть в эту игру. Вот и прыгал на эти грибочки сверху. Короче, пойдём сожжём всё это, чтобы никто больше не пострадал. А я объявляю новую всемирную охоту на камнеежку. Этот зелёный хмырь должен ответить за всё. Да, краски и корги всей планеты. Вы должны нам помочь. Найдём камнеежку вместе, этом с семьей мураться навсегда. Хозяйта, снимите видосы, как ваш пёс ищет камнеежку. И присылайте к нам в группу ВК. Ссылочка будет в описании. А мы пойдём спалим всю эту электронную фигню хосячьей бабушке. Папа, Папася, Тец, пенсия. Чего тебе рыжая сопелька? Папася, ты волк? Да. А какой породы? Никакой, а ты. Я хз. А я вот знаю, ты порода рыжая сопля. Капец. Пенсия, Тец. Да ёлки-палки, пенсия. Да чего тебе? Вот скажи, вот кексы коржи, королевские корги, а мы просто грозные волки. Ну а мы, стоп, то есть ты хочешь сказать, что мы бомжи? Не-не, мы не бомжи, но они что, богаче? Капец. Пап, пап, отец. Чё? А что такое нос? Это из чего вылезает сопля? Да получается я из носа? Капец. Папа, Папася, пенсия. Я сумасшедший. А, мой сын псих. Офигеть. Пора в психушку. Тебе. Пора тебе в психушку. Капец. Капец. Пап, Папася, пердун. Что тебе? Стоп, что ты сейчас сказал? Я просто хотел сказать. Что опять? Что ты пердун. Капец. Пап, Папася, пенсия. Ну что тебе рожать сопля? Вот я же хаски цветоманка, да? Да, а что? Раз я цветоманка, значит, я тебя сожру. А, капец. Меня хочет сожрать страшный и громкий волк. Ча-ча-ча-ча-ча Ча-ча-ча-ча Субтитры сделал DimaTorzok